Уже на входе в цех этот своего рода белоснежный лайнер обращает на себя внимание строгостью форм и сияющей белизной. Линия выпекает городской батон первые дни. Идет приладка оборудования, к нему приспосабливаются и рабочие. Не отходит от пекарей и главный вдохновитель реконструкции Александр Крутов. Его зовут здесь местным Кулибиным, потому что в железо надо было вдохнуть жизнь, притереть друг другу все транспортеры и формы. Зато ничего не надо таскать на руках. Хлеб сняли, а формы сами уехали к началу технологической линии. В общем, похвастаться есть чем. Есть чем похвастаться, честно вам скажу. Потому что придя полтора года назад на комбинат, то, к сожалению, было не очень весело и хорошо. Потому что было кое-что запущено, кое-что не в том виде, каком надо. Безусловно, к сезону очень важны объемы. А качество хлебокомбинатовской выпечки, известное уже много лет, улучшено еще и тем, что сохранены технологии, основанные не на быстрых, а на прессованных дрожжах и настоящей заварке. Я вам с гордостью могу сказать. Год назад эта линия была остановлена, потому что была признана аварийной. К сожалению, резервов денежных не было в комбинатах, но тем не менее, благодаря самотверженному труду наших работников комбината, которые подошли с творчеством, с умом, достали чертежи, достали все. Была эта линия полностью разобрана, и вот своими силами, своими руками создана новая, абсолютно новая, хорошая, новая, современная печь, соответствующая всем стандартам мирового класса. Вы видите, печь оборудована всеми необходимыми приборами, электроникой, что позволяет гораздо больше увеличить ее производительность и качество хлеба. И мы этим гордимся, потому что хороший хлеб попадет на прилавки наших магазинов, нашего любимого города и района, что, соответственно, должно улучшить и качество настроения самих жителей. Новый дозировочный цех сменил старый закопченый амшаник на современное оборудование и светлое помещение. Идеальный порядок таких же светлых после ремонта складских помещений говорит сам за себя. Все составляющие продукции хранятся строго по полочкам, да еще и при оптимальной температуре. Так бывает только у врачительного хозяина. И все же невольно глаз сцепляет старый пол. Когда-то он был покрыт толстым слоем жира. По нему рабочие скользили, как на лыжах. Сегодня везде чистота, а старая метласская плиточка меняется на современную и светлую. По ней уже не надо будет таскать тяжеленные дежи. Да и колеса на них новенькие, каучуковые. Если сравнивать с тем, что здесь было всего год назад, можно с уверенностью говорить, это сказка наяву, которая зовется техническим перевооружением, общая стоимость которого 50 миллионов рублей. Продолжение следует...